Здравствуйте, друзья! Меня зовут Иван Кулагин. Я, соответственно, являюсь организатором фестиваля «Балины берег», хозяином магазина «Секира», как вы знаете. Наверное. У нас сегодня в гостях группа «Хеллвегин». Дима Коняхин — лидер группы. И ребята, представьтесь, пожалуйста. Гена — барабанщик. Юлиана — вокалистка группы. Никита — играет на дудках. Разговор у нас сегодня будет о творчестве группы «Хеллвегин», о судьбах российского фолка, фолк-музыки, о фестивалях и в целом о том, как продвигаться молодым артистам сегодня на музыкальной сцене. Группа «Хеллвегин» — это что, в первую очередь? Давайте дам небольшую справку. Группа играет фолк-музыку, но не просто фолк-музыку, а такую сложную фолк-музыку. Сами ребята себя характеризуют как новый фолк. И у «Хеллвегин» на сегодня на Яндекс.Музыке 490 тысяч прослушиваний, что, в общем-то, довольно много. Для сравнения это споставимо с количеством прослушиваний у групп «Мельница» или «Нейромонах Феофан» в «Контакте» — 88 тысяч подписчиков. Это довольно серьезные показатели, и причем вы их добились всего лишь за три года, насколько я знаю. Дим, расскажи, как вы стали популярными? Это вопрос такой непростой, на самом деле. Не мы стали популярными, а мой ТикТок стал популярным. И после этого уже появилась мысль о том, чтобы собрать команду из музыкантов, которые будут играть живую музыку. Потому что поначалу это все было максимально электронное звучание, которое требовало наличия компьютера и, собственно, исполнителя, и все. Но для того, чтобы писать уже более профессиональную музыку и, что самое важное, выступать с ней, нужны были люди. Вот потихоньку я обрастал людьми, людьми, которые теперь идут со мной на этом пути, и мы вместе. Слушай, вот я вспоминаю, как это было, и помню, мне кто-то написал, типа, Иван, смотри, вот такая тема прикольная, вот ТикТок, значит, Дима Хэлвегин, 300 тысяч подписчиков. Вот я так посмотрел, да, прикольно. Через некоторое время мне еще пишут люди, так, вот этих ребят надо точно взять на Былиный берег, там 600 тысяч подписчиков на ТикТоке. Я так смотрю, ну да, ну надо подумать, надо это. В общем, списались, пообщались, да, и на тот момент первый раз вы выступили у нас на Былином берегу. Вот, и скажи, в ТикТоке эта популярность, это случайно или у тебя был какой-то план, типа, вот что надо делать, чтобы вот эта популярность случилась? Ну, я всегда стремился к тому, чтобы стать каким-либо образом известным, а популярность, она пришла сама по себе, и когда я понял, что она уже наступает на пятки, я начал придумывать план, то есть план, как добиться этого не было, но когда что-то начало получаться, начался рисоваться план. И я ставил себе план на день, план на неделю и план на месяц. У меня каждый месяц обновлялись заметки в телефоне, я сидел, придумывал контент-план, у меня это была работа, основная работа. Я бросил все свои шабашки, бросил студию звукозаписи, то есть я перестал принимать людей на записи, потому что на это не было времени. Я перестал вообще, мне кажется, жить нормальную человеческую жизнь в том виде, в котором ее можно представить, и занимался исключительно контентом для ТикТока. То есть это идеи, съемки, монтаж, записи, и так целый день. Но потом произошел переход на другой уровень, ты перешел к живым выступлениям. Да. То есть как ты собрал первую команду? Ну как, по нужде. По нужде? Получается, да. Самым сложным процессом, мне кажется, в любой рок-группе, которая позиционирует себя как инструментально-вокальный ансамбль, самым сложным является найти барабанщика. Это самая большая проблема, особенно, я не знаю, как в столицах, может быть, проще из-за количества людей, из-за количества населения, но в провинциальных городах типа нашего Липецка, даже вот Воронеж, Тамбов, рядом все, что у нас есть, это большая-большая проблема. Они, барабанщики-то, может, и есть, но я бы в группу брать не стал. Вот. И так уж сложилось, что у нас с одним моим товарищем был общий знакомый, и он дал мне номер телефона Геннадия. И Геннадий... То есть Геннадий с самого начала в команде? Нет. У нас был момент, когда первые два или три месяца был барабанщик из кавер-группы, там. Но он сам отказался, потому что ему... Каверщики – это такая профессия, которым нужны быстрые деньги. Вот. Здесь не про быстрые деньги. Здесь нужно пахать для того, чтобы, ну, как бы, на перспективу, чтобы потом получить деньги. Геннадию я с ним созвонился, я с ним списался. Ему не понравилось мое предложение, он отказал мне. Я расстроился и понял, что все, мы никогда не найдем барабанщика. И через три дня мне Геннадий перезванивает сам, говорит, мне Всевышний сказал, что надо соглашаться. Так и было, на самом деле. Мне просто сон приснился. Вот. И мне еще жена говорит, ну, а что, попробуй. Говорит, что-то новое. И, ну, по всем этим показателям я, как бы, понял, что надо пробовать. Вот. Потому что что-то новое, это, ну, как-то, ну, интересно, одним словом. Вот. И плюс к этому я еще послушал пару треков. Это вот «На обед», я помню, послушал «Хоровод». И шабаш. И, да, шабаш. А слава роду уже был трек тогда? Я еще... Нет. Вообще не вставал. Фолк вызывал во мне раньше не самые приятные такие. Ну, я слушал вот эти группы. Там общая, как это сказать, ну, можно это вот называть, нет? Из среды фолк-тусовки, так сказать. То есть меня они не очень вкатывали. И, послушав Димин, материал, ну, там что-то новое было. Вот. Смеси вот эти вот, которые я сам люблю, смеси вот всяких жанров. Вот. Всегда это, как бы, любил делать. И, ну, ну, вот это вот подкупил мне. На самом деле. И я так счастлив. Барабанщика лучше я не нашел бы никогда. Ну, и отлично. Собственно, тему каверов и каверов, в общем, хочу еще в будущем затронуть. Но сейчас вот по поводу ТикТока немножко остановлюсь. ТикТок и другие ваши соцсети, в том числе ВКонтакте, да, и Яндекс.Музыка, и разные другие площадки. И у вас везде довольно хорошие показатели. Тем не менее, можно нередко от злопыхателей услышать такую претензию, что, типа, вот, Хеллвегин, у них там все показатели накручены. Что, типа, не может быть такой популярности у такой группы. Все у вас там накрутки, все фигня. Вот. Что бы ты ответил по этому поводу? Как бы ты это прокомментировал? Я промышлял накруткой, когда мне было там лет 20. И я продвигал совершенно другой проект, который был до нынешней моей группы. И накрутка – это срань собачья, которая не то, что помогает, она просто пускает пыль в глаза и подкладывает сама же тебе свинью. Сейчас алгоритмы современного интернета устроены так, что это вообще противопоказано – это делать, это просто подосрать самому себе. Поэтому никаких накруток нигде не было и, слава богу, никогда не будет. А то, что там говорят – да пофигу. Ну, говорят и говорят. Ну, вот как я это понимаю, это, в принципе, работает на любой площадке, и на Ютубе, и на Яндексе, везде, где есть система рекомендаций с накрутками, одна и та же ситуация. Что если человек сейчас себе накрутит прослушивание, просмотры или количество подписчиков, он, по сути, себе убьет алгоритмы рекомендаций на будущее, так как вот эта аудитория, которая пришла, послушала, у тебя там в моменте вспышка в прослушиваниях, она не останется. И, допустим, один месяц у тебя там будет 2 миллиона прослушиваний, но эти люди повторно ничего слушать не придут. Вся эта аудитория накрученная, она либо… Её не существует, она либо боты, собачки, либо она холодная. То есть есть аудитория целевая, есть холодная аудитория. Холодная аудитория никогда не будет являться твоей целевой, потому что они пришли сюда либо вынуждены, либо их туда подписали. Ты им не интересен. Соответственно, алгоритмы той или иной соцсети, они запутаются и не будут понимать, кому рекомендовать это. То есть если алгоритмы, грубо говоря, видят, что аудитория малоповторно слушает твой материал, то и новой аудитории алгоритмы предлагать будут гораздо меньше. То есть, во-первых, чтобы держать показатели накрутками, надо вкладываться в них постоянно и ежемесячно, чтобы на одном уровне держаться. Во-вторых, если этим заниматься, то просто реальной новой аудитории не будет. Поэтому накрутки – это вред. И я думаю, что тут мы вопрос закрываем. Говорить о том, что у Хэллоуэген присутствуют какие-то нагрудки в данный момент невозможно. Лучше вкладываться в съемку, в реквизит, в персонал. Вот во что лучше вкладываться. Так, следующий вопрос. Я буду заглядывать в свою подсказку, потому что все свои вопросы не запомнил. Я тут часа на три написал вопросов. Вообще, смотри, важнее для продвижения. Многие вопросы будут именно тебе. И многие вопросы будут связаны, в первую очередь, не столько с творчеством, сколько, знаешь, меня как предприниматель и организатор мероприятий интересует именно сторона, такая бизнес-сторона, продвижение, раскрутка. Вот это вот именно, как это осуществляется, как ваша работа осуществляется с этой стороны. Поэтому некоторые вопросы будут именно тебе, именно как человеку, занимающемуся продвижением музыкального проекта, как музыкальному предпринимателю, скажем так. Надеюсь, я на все на них смогу ответить на камеру, потому что какие-то вопросы, которые могут прозвучать по бизнес-составляющей, я могу сказать тебе лично без проблем, а вот людям... Ну, просто я буду задавать вопросы, если ты не захочешь, ты просто скажи, это я не буду отвечать. Это не для всех. Так, и вопрос такой, важнее для продвижения сегодня. Это туры, фестивали или интернет? Интернет однозначно. Это бескомпромиссно. То есть это 100% интернет, а фестивали, я бы поставил на второе место, они работают вместе. То есть ты приезжаешь на фестиваль, туда приходят люди, которые тебя узнали с интернета, ты с фестиваля записываешь материал, выкладываешь его в интернет. И это работает вот так вот. Вот так вот. Туры не относятся к этому вообще никак. Туры это вообще не про продвижение. Туры это про поддержание своей, собственно, той планки, которую ты достиг. В плане туров я не вижу сильного продвижения. Это больше про, наверное, работу с фан-базой. Это про то, что ты любишь, ценишь свою аудиторию и готов приехать ради них в Киров за счет логистики получить ноль, но отдаться на сцене и дать людям то, чего они любят. Вот туры это про это. Понятно, что там Питер, Москва, ну и более-менее крупные города, это не только про отдачу, но еще и про заработок денег. Но когда речь стоит о большом туре на 40 городов, который ты будешь катать месяц или больше, то, безусловно, тут именно про то, что вы нас ждали, мы едем специально для вас. Вообще, от многих музыкантов я слышу, что туры это то, что позволяет именно монетизировать, именно заработать со своего музыкального проекта. Это действительно так, или это все-таки тоже больше элемент продвижения и взаимодействия с аудиторией? Или это зависит от уровня коллектива? Смотря это у кого. Мы пока не на достаточном уровне, чтобы сказать, что мы в туры едем за большие деньги какие-то. Я не скрываю того, что, например, честно, объективно, по факту, вот мы сейчас отыграли Липецк Тула в рамках тура, у нас каждый участник группы, включая меня, получил по 15 тысяч рублей. За каждый концерт или за оба? За оба. Ну да, это, конечно, не о чем. Конечно, в Москве, в Питере, вот мы сейчас отыграли, там будут другие деньги. Я, кстати, пока даже сам не знаю, какие, но однозначно они другие. Вот. В рамках большого тура там 10, там 10, там 15, там 5, там 30. И как бы вроде бы уже что-то получается. О чем я? А, про то, что как бы тур про заработок денег, это может быть у людей, которые давно на сцене, которые собирают не по 500-700 человек в Москве, а по хотя бы 2000 человек и больше. Там заработок есть, и он гигантский. Чуть позже хотел тему заработка затронуть. Но вообще, вот скажи, если в плане продвижения, понятно, что работает интернет, частично работают фестивали, и туры это больше для поддержания связи с аудиторией, то в плане заработка интернет, фестивали и туры, они как соотносятся друг с другом? Интернет позволяет зарабатывать? Или в фестивале больше заработка переносит? Ну, во всяком случае, для групп на вашем уровне. Наверное, примерно в равных пропорциях. Но нет, тур все-таки, наверное, приносит меньше всего. А фестивалей, наверное, больше. Да. С другой стороны, многие начинающие коллективы, они, знаешь, вот есть такая тема, ломиться прямо на любой фестиваль, лишь бы взяли бесплатно, за дорогу, типа вот только возьмите, дайте выступить, и люди думают, что за этот счет они продвинутся. Вот как бы, ты как считаешь, эта тактика, она имеет смысл вообще? Или лучше те же ресурсы куда-то еще направить? Вопрос такой неоднозначный, на самом деле. Просто если, например, нужно разбираться в целях этих людей, которые ломятся выступить, если они хотят просто там кайфануть от того, чтобы выступить, то почему бы и нет? А если искать в этом популярность, в том, что благодаря этому выступлению, на которое придет посмотреть 70 человек на неосновной сцене, в то время, когда какой-нибудь хедлайнер выступает на большой сцене, то лучше там те деньги, которые он там потратит на бензин, он вложил бы в тарги ВКонтакте. И получил бы профита больше. Больше бы людей увидел и услышал. Согласен с этой мыслью, потому что действительно иногда поездка на какой-нибудь фестиваль для группы может там обойтись. Ну, допустим, московская группа, а фестиваль где-нибудь, ну, даже недалеко, там, в трех часах от Москвы езды. Все равно группа там из пяти-шести человек, им дорога туда-обратно, но в 30 тысяч встанет. Если эти 30 тысяч, они просто вложат, вот как я считаю, в производство какого-то контента, вот просто короткие видео типа ТикТоков, да, ну, сейчас ТикТока нету, но способы распространять такие видео есть, и чуть-чуть вложатся там в таргетинг, то, на мой взгляд, они получат гораздо больше охвата и гораздо большую известность. Однозначно. Потратив меньше времени и сил, потому что поездка еще и довольно выматывающее дело. В плане развития и продвижения коллектива, какое значение имеют каверы и фиты с другими артистами? К теме каверов возвращаемся. Может, кто-нибудь что-нибудь скажет, какую-нибудь мысль? Ну, с Кадышевой. Да, вот как раз я к чему, потому что... Удачно, да. Да, вот если жители не знают, суперкрутой кавер получился у Хеллвегин на песне Надежды Кадышевой «Широка река». Это вообще бомба. Послушайте обязательно. Поставьте паузу, зайдите на Яндекс.Музыку у Хеллвегина «Широка река». Шикарный трек для любой тусовки, дискотеки и вообще... На концертах. На концертах народ зажигает. Да, на концертах прям люди слышат знакомые слова с детства и подпевают. Естественно, все прекрасно понимают, что эта песня написана не нами. Нами она лишь переформатирована. Но тем не менее, мы внесли туда свой кусочек себя со своей подачей, со своими вокалами, со своими там аранжировками. Но песня, которая знакома всем с детства, это удобно. То есть это как Олег Тапок поет «Киша», потому что это удобно, потому что на этом легко выезжать. Так вот, мне в принципе просто эта песня понравилась, и это тот случай, когда шутка перестала быть шуткой. Это мы просто ехали в одном из туров в автобусе и просто напевали эту песню, и в голове щелкнуло, а почему бы не сделать прям тяжеленький такой кавер на Кадышеву. Мы закончили тур, я приехал домой, и мы первым делом это сделали. Но, собственно, до этого были и другие у вас каверы, да? «My Mother Told Me» и «Весная песня». Ну, это не считаю я за кавер. В России я первый, кто сделал это. Сейчас уже кто только это не сделал. Сейчас кто только это же не сделал, да. Сложно каверами называть песни, у которых нет автора. То есть народное творчество закаверить нельзя. А фиты? С каверами понятно, фиты. Фиты, естественно, мне кажется, это и козе понятно, что удобнее и выгоднее делать с именами, которые больше, чем твое имя. Но я сторонник того, что если песня мне нравится, если мне предлагает кто-то фит, если песня мне нравится, то мне плевать, сколько у этой группы или у артиста прослушек, потому что я сам в ней, в этой песне уверен, мне она понравилась, я хочу ее сделать. Почему бы мне не сделать? Неважно, есть имя у этого человека или он там, ноунейм какой-то. Вот. Ну, а так в приоритете, конечно, хочется всегда с какими-то более именитыми ребятами. Фиты – это хорошо. Мое мнение такое. Ничего плохого не вижу. Плюс это возможность на выступлениях устраивать такой некий перформанс. Часть шоу выходит... К нам, правда, ни разу никто никогда не выходил. Мы все время всех зовем, но они все заняты. Ну, рано или поздно. На одном фестивале вот только у нас Дима из группы Йорж выходил. Вот. И это прикольно. То есть, это скрещивание двух аудиторий, тем более диаметрально разных жанров. Вот в случае с нашей группой это, кстати, особенно прикольно. Рекомендую обращаться ко мне за фитами. Рассмотрим ваши предложения. Особенно, если жанр не похож на наш. Ясно. То есть, фиты и каверы позволяют расширить аудиторию за счет аудиторий других артистов. Да. А какая доля, на твой взгляд, фитов и каверов в репертуаре группы нормальная? Чтобы не превратиться в откровенную кавер-группу, да? Сохранить собственное лицо. Но при этом, чтобы иметь регулярный приток свежей аудитории. Ну, на языке вот напрашивается 20%, 25% уже много. 20% даже может быть много. В нашем случае у нас каверов-то раз-два и обчелся. Прям вот даже 20%, я считаю, это много. Процентов 15, наверное, оптимально. Вот. А остальное должно быть свое творчество, безусловно. Слушай, как раз вот ты упомянул Олега Абрамова, радио Тапок. Хотел задать изначально тебе вопрос. У нас сейчас на сцене разные коллективы популярны, причем многие именно на рок-сцене стали популярны, собственно, последние годы, да? И появились новые лидеры рок-сцены, среди них вот радио Тапок, да? Например, как ты считаешь, в чем секрет популярности радио Тапок? Отвечает Юлиана. Почему Юлиана? Почему секрет его популярности? Она просто о нем узнала намного раньше, чем я еще с времен, когда у нас в России только ТикТок появился, мне кажется. Да нет, даже, наверное, раньше, чем ТикТок появился. Да в чем секрет популярности? Ну, выезжал он на каверах, получается, ничего. Я думаю, это и есть его. Ну, собственно, потом-то выстрелили его собственные уже песни. Выстрелили собственные песни, но я думаю, здесь патриотизм какой-то сыграл роль, плюс уже набранная популярность, что-то новое. Ой, выпустил свое после каверов, нужно послушать. А вдруг зайдет. Ой, зашло, нужно скинуть туда. Может, и сарафанное радио сыграл. Может быть, вот этот кусочек его патриотизма, который он дает слушателям. Я, кстати, вообще там не вижу патриотизма. Я тоже не вижу патриотизма. Мне кажется, у него больше не патриотичные песни, а какие-то исторические. Исторические, военные. Исторические, военные. Они просто больше, в основном, про историю, про военную историю России. Ну, да. Что, если подавать, с одной стороны, может быть антипатриотично, если подавать с другого взгляда, то это может быть, наоборот, патриотично. В принципе, его подачу можно назвать патриотической. В принципе, можно, я думаю. Тут сразу вопрос незапланированный. Вы считаете свою группу патриотической? Однозначно, да. Ну, собственно, это в сторону небольшого отвлечения. Возвращаясь к Олегу, такой небольшой мой собственный комментарий. Вот как я вижу, его популярность, она на нескольких слонах зиждется. И, конечно, тема патриотизма, она вовремя зашла. И кавера сыграли большую роль в его популярности. Ведь он давал всероссийские туры, еще когда у него вообще не было своих песен. Даже до Петропавловского-Камчатского нашего доезжал, когда у него репертуар только из каверов состоял. Но во многом, я считаю, его успех в том, что если послушать его музыку конкретно, то его рок-музыка, его рок-основа, это, по сути, компиляция всего лучшего, что сейчас есть в жанре тяжелой музыки на данный момент. То есть, он берет лучшие из опыта иностранных групп, компилирует это. Многие поэтому обвиняют его в плагиате, типа, вот, у него там вот эти риффы похожи на тех, вот эти клавиши похожи на этих, это соло вообще оттуда, как бы. Но, на мой взгляд, это именно потому, что он просто имеет огромную наслушанность, огромный опыт каверов, и он, соответственно, изымает из мирового современного опыта рок-музыки лучше, компилирует это и делает таким образом свои треки. А дальше это накладывается на саму тематику, и получается такой взрывной бомбоэффект, что он, по сути, сейчас стал одним из главных рок-музыкантов в стране. Я бы даже сказал, в чём-то группу Ария заменил. Более такая молодёжная аудитория. Но это моё такое видение, как бы, но вопрос, собственно... Что бы на чужом интервью так нашу группу обсуждали, а? Ну, я думаю, что когда мы будем разговаривать с какими-нибудь другими музыкантами, кстати, вот интересно, зрители, напишите в комментариях, интересно ли вообще вам наше общение, с музыкальными коллективами, потому что мы хотим это сделать таким постоянным жанром у нас на канале, хотя канал у нас в основном в первую очередь посвящён истории, исторический канал, но тем не менее, как вы и по нашим фестивалям, были на берег, фэнтези-фест, видите, музыкальная тема нам близка и, соответственно, интересна, и хотим её развивать. на следующих интервью, когда будем говорить с другими артистами, конечно, обсудим Хеллвегин, потому что Хеллвегин это одно из самых таких ярких явлений на отечественной фолксцене, как я оцениваю это, и группа, заслужившая обсуждения, и группа действительно обсуждаемая, и очень много людей, и два года назад, и год назад вас обсуждали, и сейчас продолжают обсуждать, и обсуждения совершенно разными красками, и негативные, и позитивные, и восхищения, и ненависть у кого-то, то есть совершенно разные эмоции, и их много, и отчасти это во многом связано из-за того, что, во-первых, за три года вы обошли многих мастодонтов музыкальной сцены, особенно в жанре фолк, а во-вторых, в том, что нельзя сказать, что Хеллвегин это только фолк, поэтому у меня вопрос вот ко всем участникам группы, которые у нас здесь представлены, за кадром ещё есть участники, их мы спрашивать не будем пока что, как вы охарактеризуете свой жанр, в котором вы играете, ну, без такого типа нет, у нас нет жанра, мы такие максимально широкие ребята, можем что угодно впитать, вот именно всё-таки характеристика, как вы видите, так и Дима отвечает последнее, отвечает Геннадий. Очень сложно дать характеристику вот именно жанра, но я хотел бы сказать, что вот звучать мы сейчас стали просто, то есть великолепно, вот на концертах, и вот те люди, которые думают, что мы как бы взялись ниоткуда, это как бы не так, вот у нас огромный опыт, там у каждого участника, то есть до этого коллектива, вот, и ну, неспроста мы так звучим сейчас поэтому не знаю, как дать жанру, не знаю, я, как бы, такого слова, чтобы прям вот заговорить. Новое уже, слово, новую тему вести какое-то. Ну, есть он, да, какой-то новый фок, я даже в майке вчера в этой играл, там, вот, сзади, вот, написано новый фок, ну, вот, не знаю, наверное, вся прелесть в том, что как бы нельзя дать характеристику вот, нашего жанра, и пусть лучше думают, там, какое, не знаю, такое мое мнение. Вот еще что-то хотел, и что-то вылетело. Ну, вспомнишь, скажешь. Так, Никита. У меня, конечно, акцент на фок, это самое первое, что я заметил, а когда начал немножечко подробно рассматривать репертуар группы, сразу стало понятно, что там и металл будет, рок, есть, и рэп. Рэп я слушаю недавно, это мне очень нравится, поэтому три основополагающие, наверное, которые я вижу, как это назвать одним словом, я пока не могу сказать. Но я знаю, что это классно, и это самое главное. Ульяна? У нас даже строчек в песне есть в Ваканде. Фолк, трэп, метал. Фолк, трэп, метал? Главное, чтобы не трэп. На самом деле, когда я первый раз услышала Хильвегин, это было, где-то был День города, это было на Зеленом острове. Я не знаю, где ты первый раз услышала. На Зеленом острове, да, у нас в Липецке был какой-то либо День города, либо День молодежи, я пришла к ребятам на концерт, для меня это был чистейшей воды фолк. Ну, с добавлением какого-то там рэпа. Всё. Не разбираясь больше в их музыке, я откинула от себя эти мысли, и вот только после знакомства с Димой, он мне сказал, ты не думай, ты вот слушай сейчас, да, тут всё так звучит нормально, у нас намного тяжелее всё. Я не ожидала даже, что прям... Подготовил. Ну да, подготовил заранее. Оказывается, больше к металлу. Фолк с металлом, вот так вот, где-то вот в посередине. Ну, то есть, фолк, рэп, металл. Да. И, Дима, твоё видение, как ты это всё видишь? Ну, концерты, это прям вот металл, да. Концерты, это больше металл. Это тяжеляк. Да, это тяжеляк с экстрим-вокалами, с тяжёлыми гитарами, с тяжёлыми барабанами, но и мы разбавляем это всё лайтовыми песенками, вот, то есть, как полноценная долбёжка какой-нибудь дэдкор-группы у нас этого нету. Музыка сама по себе тяжёлая, но при этом мелодичная, поэтому отнести её только к металлу невозможно. Я бы сейчас в любом случае делал больше, если отвечать на вопрос, каков ваш жанр, я бы первым словом бы поставил не фолк, я бы поставил металл на основе фолка с добавлением хип-хоп-культуры. Да, у вас в звучании, конечно, солидная доля и тяжёлого металла, в том числе даже и альтернативы, и экстремального металла, и элементы экстремального вокала у вас звучат, и всё это сочетается с рэпом, ещё и с фолком. То есть, другого такого проекта я, по сути, не могу назвать. Наверное, вы, как более глубокие специалисты в теме, можете кого-то в пример привести из иностранных артистов, но я прямой аналогии не вижу. Нет, я и в иностранных командах такого не встречал, это то, чем я горжусь, это то, что я придумал. Вот так оно и получилось сейчас, то, к чему пришло. Знаешь, когда Никита пришёл в группу, то группа приобрела звучание местами немножечко похожее на инэкстрема, но на мой взгляд это сравнение максимально некорректное, потому что если включить инэкстрема, вот этот индустриал фолк, то это совершенно не то же самое, что делает Хэлл Вегин вообще другая. Никита привнёс больше живости в фольклорном смысле, и с появлением духовых инструментов появилось больше воздуха и объёма в плане фольклорности именно. То есть, раньше у нас дудки звучали исключительно в подложке, в плейбэке. сейчас они звучат в живую, и это придаёт вот этому вот, вот этой вот альтернативе, придаёт фольклорности, прям конкретно придаёт. Никита, а как ты считаешь, что ты привнёс в группу? Прежде всего, живое звучание духовых инструментов. Я стараюсь сейчас играть с тембрами, выбираю только тональность инструмента, но и, конечно, тембр, чтобы соответствовал тому, что уже есть, чтобы это не было слишком по-другому, оставалось в контексте уже существующего материала, но при этом это был живой инструмент, а так, что я привнёс в муд. Живое звучание духовых инструментов позже будет больше. Не знаю, можем сейчас мы это говорить, нет, но добавим волынки, разумеется, куда Никита без волынок? Ну, это ожидаемый шаг, во всяком случае, это то, чего я жду. Отлично. Мне понравилось... Вы обязаны делать то, что ждёт от вас народ, да, как бы, но... Да. Мне понравилось, что Никита сказал, что в... То есть, я раньше придумывал духовые, они у нас присутствуют в большинстве песен, не во всех, но в большинстве, я их придумывал на миди-клавиатуре. И за счёт того, что это сыграно не губами, а пальцами, вот мне понравилось, что Никита сказал, что много необычных решений в плане того, как... То есть, голова дударя не работает так, как пальцы клавишника. Ну, логично, да. Да, есть некоторые партии, где пришлось прям посидеть, поковыряться, понять, как это лучше сыграть, потому что они немножко не свойственны на моем представлении личному, скажем так. Это вообще бывают проблемы использования клавиш, когда изображаются там духовые инструменты, или гармония аккордеона изображаются на клавишах, как бы, сразу немножко обдает каким-то таким... Клавиши это инструмент, ну, можем одновременно сделать там много голосов, многоголосие, сделать аккорды, а здесь уже речь идет про инструмент с одним голосом, и в этом как раз-таки заключается разница звукоизвечения. При этом он справился со всеми партиями, которые сыграны пальцами, он сыграл губами. Губами. Специалист. И руками. По губам. По пальцам. Губных дел мастер. Да, ваш любимый дударь. Так, дальше пойдет несколько вопросов больше к группе, чем тебе. Это хорошо. Да, и знаете, что, я вчера был на вашем концерте в Питере, и обратил внимание на то, что у вас очень молодая аудитория. Это люди до 25 лет, там больше части посетителей было 20-22, наверное. не на каждом фолк-концерте увидишь такую молодую аудиторию. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что вы приводите в фолк новую аудиторию. Хотя, конечно, вы не чистый фолк. Тем не менее, как вы сами характеризуете, для кого вы играете свою музыку? начиная с Гены, Ульяна, Никита. Вот, есть честный я, никогда не думал, вообще, Юлияна. Нет, я считаю, что надо делать хорошо, в первую очередь. А то, если для кого она зайдет, это уже, в принципе, не важно. На самом деле, ответ аналогично. Не играем для кого, а вот просто играем, а кто приходит, это уже... для тех, кому нравится, если вам нравится, приходите слушать, если вам не нравится, подумайте еще раз, может вам понравится. Их ответ интересный, но мой будет конкретный. Давай. Мы играем для скуфов, о, это я, для тянок, для альтушек, для скуфов и для альтушек мы играем, да, по сути, это правда. Тут, ну, я, это, это как бы звучит как шутка, но это, к счастью или к сожалению, это не шутка, вот, но я стал замечать, что все больше и больше людей начинают понимать, что мы такое, и они начинают приходить на концерты в одежде, в такой же, в которой мы выступаем. Вчера вот... Очень много людей со стилизованной одеждой. Вот, и, да, ты правильно заметил, что в основном молодняк, но, если вот смотреть статистику по интернету, наш средний портрет среднестатистического слушателя это 35-летний Скуф. Вот. Да. И молодые ребята и девчонки, вот, как раз таки, да, 20-25 лет. Между вот этими, вот, 25 и 35, какой-то такой провальчик вот есть, вот, но у нас есть и взрослая аудитория. Они на концерты ходят редко, но их много в интернете. Да, то есть я так и подумал, что, то есть, Скуф вас слушают в интернете, а на концерты ходят альтушки. Ну, приблизительно так и есть, да. Соответственно, у меня раз эту тему альтушек затронули. В группе появляются новые лица и, соответственно, у меня следующий вопрос будет к главной альтушке и новому секс-символу группы Хеллвегин к Никите. Я так не знаю, что он еще так скажет. Я слышу. Да, собственно, шутка прозвучала, вопрос будет другой. Не, на самом деле вопрос к тебе, Никит, как ты чувствуешь себя в общении с аудиторией Хеллвегин, а в группе Хеллвегин, так как раньше ты играл музыку, откровенно говоря, принадлежащую к жанру более чистого фолка. Сейчас здесь должен появиться на монтаже видос, где тебя зовут и ты выходишь. Вчерашний. Это Никита. На самом деле никаких трудностей в отношении со слушателями я вообще не вижу. Классно, на одном дыхании, со всеми находим общий язык. Я вроде тоже молодой еще, широка душа здравствуйте, вместо здравствуйте привет, не, отлично, и чувствую себя хорошо, с ребятами подружился сразу, со слушателями, нормально, общаемся, замечательно, подписывайтесь на мою телеграм-каналу. я заставил их, можно сказать, но Никиту я не заставил, я вот заставил Юлиану вести социальные сети, до этого момента, до нашего знакомства человек интровертил за троих, теперь она интровертит в интернет. Дим, ты тоже заставил меня, просто ты об этом не знаешь, тебе не пришлось об этом говорить, я это сделал просто сам сразу, понял, что ну пригодится. Вот сейчас мы очень сильно лоббируем тему, чтобы у нас Геннадий завел телеграм-канал, тем более он стал обладателем волшебного айфона. Геннадий у него есть одно условие, мы въезжаем на новую базу, реп-базу, и чтобы сделать контент, ну я хочу делать контент, который относится вот именно к музыке, а не пирожки там всякие, то есть выкладывать. Ну как надо. Так не работает, Ген, пирожки. Нет, так не работает. В любом случае нужно выкладывать нужно выкладывать так или иначе повседневку, быт, это нужно. Потому что вот мы смотрели вчера в нашей группе охваты. Дайте в группе немножко пообщаться тут, тут, где тебе? Да везде, во всех соцсетях. В особенности больше всего охватов собирают живые фотографии, которые, где показано, как ты условно говоря там сидишь и ешь булку. Не концертная, не вылизанная вот эта вот картинка, а именно настоящий быт. Вот быт заходит людям больше, потому что они насмотрятся уже на всех этих музыкантов, а им-то интересно. Почему все шоу на телевизоре, которые посвящены даже вот эти вот реалити, которым дал старт Дом-2, которых теперь миллион разных всякие пацанки, бла-бла-бла, вот это вот, потому что люди любят сплетни, потому что люди любят смотреть на то, как живут другие. Вот и все. А музыкальный контент, то есть ты должен продвинуть себя, а музыкальный контент ты должен давать сверху. Это, кстати, подсказка тем, кто ищет пути к популярности. Ты сначала должен понравиться, ты сначала должен понравиться, а потом уже сказать, а вот еще я как бы музыкант, а не то, что я музыкант, и еще раз я музыкант. Так не будет работать. Музыкантов очень много, а люди индивидуальны. Ну, как знаешь, некоторые артисты пишут, вышел наш долгожданный трек. Кем долгожданный? Да. Кроме самого этого артиста. Чуть-чуть отмотаю разговор назад, хотя вот эту тему хочу продолжить. На самом деле у меня действительно тот же самый вопрос, который был к Никите, к Юлиане. По поводу того, как ты чувствуешь себя в общении с группой и с поклонниками группы. Потому что ты в группе не так давно, но успела полюбиться аудитории. Как с поклонниками хорошо. Сама по себе я очень закрытая, но оказалось, что в связи с обстановкой, которая окружает меня, можно меняться. Ты меняешься изнутри. Я открытость откуда-то взялась и балаболить со сцены начала каким-то образом, хотя этого жутко всегда стеснятось. А с ребятами откуда мы ехали откуда-то на машине и я вот сказала Диме, что я не могу охарактеризовать наши отношения, что ну там хорошо, мне здорово, я со всеми подружилась. Нет, это не так. Это звучит больше как я с ними дома. Не как дома даже, а я с ними дома. Мы собираемся все вместе и я себя чувствую хорошо. Даже если плохо физически, морально, это все забывается. Я, по-моему, нашла семью. То есть в вашем свой круг общения свои люди, да? Конечно. если плохо физически, мы даем ей таблеточку. Они дают мне таблеточку, они меня кормят, юблятся. Да, мувер постоянно напоминает ей о том, что нужно поесть. Тему интровертности. И Дима тоже многократно говорил, что он интроверт. И вообще у меня сложилось такое впечатление, что большая часть вашей аудитории это тоже интроверты, и вы собираетесь на концерте толпа интровертов, еще группа интровертов на сцене, и все вместе устраиваете такой интровертный шамп. Интровертинг. То есть вы откидываете свою интровертность и выпускаете своего внутреннего дружебного человека. Внутреннего экстраверта. Да, и с этим у меня вопрос, знаешь, будем упоминать еще другие группы в ходе общения, не только радиотапка. В этом плане, Дим, вот именно твой стиль общения с аудиторией мне понравился, то есть нет чего-то такого залихватского типа и при этом нет такого типа поставил ногу на колонку и там типа я король металла. Такой стиль общения своего парня отчасти стесняющегося, но при этом наслаждающегося тем, что он делает, общением с аудиторией, ты добавляешь много шуток, которые понятны твоей аудитории и знаешь, мне ближайшее вот был на концерте другого артиста Грин Апельсин и мне ее стиль общения немного напомнил твой, то есть у нее такая же интровертность и она также общается с аудиторией отчасти похоже и шутит между песнями. А вот и собственно вопросов у меня никакого нет, просто хотел рассказать про это. и мне нравится, что это находит большой отклик аудитории, но вопрос собственно такой, ты сразу начал на концертах именно столько внимания уделять именно прямому общению с аудиторией или это как-то пришло постепенно? Постепенно, вот сейчас сначала хотел сказать, что сразу, да, а потом осадил себя, понял, что нет, все-таки постепенно, начинал общаться сразу, но так общаться как сейчас я к этому пришел. Мне не то, чтобы там так хочется или там так надо, я такой просто. Я сам чем больше я общаюсь, ну да, все правильно, чем больше я общаюсь с аудиторией, тем сам я больше им открываюсь, доверяюсь им. я и есть парень с района, парень свой, я вырос среди гопников, я тусовался в подъездах и ходил на дискотеки, я катался на этих на заниженных машинах, блин, с пацанами и жрал семечки. Вот я простой пацан, который матерится у подъезда, так было раньше, сейчас я взрослый мужчина, у меня есть ребенок и жена, и я веду здоровый образ жизни, вот. Мне отрадно видеть то, что люди видят меня настоящего на сцене, я на сцене не включаю какую-то такую некую фигуру, которая из себя что-то там ну показывает то, кем не является, мне в радость то, что люди видят меня настоящего. То есть у тебя по сути нет сценического образа? У меня нет сценического образа, этот образ и есть я. Слушай, к чему я привел в пример Грин Апельсин, я бы даже сказал, что мы знакомы с Анжелой, и я понимаю, о чем ты говоришь, мы с ней виделись и общались, она действительно в чем-то мне меня напоминает, только ростом чуть пониже. И вот также отчасти стиль общения Марины из «Полна любви» мне тоже напоминает твой стиль и Паши из «Фанмод» отчасти напоминает. Не считаешь ли ты, что вот это отсутствие сценического образа и естественное общение с аудиторией является восходящим трендом современной концертной музыки? Да, скорее всего да. Это к слову о том, что мы обсуждали пять минут назад, что люди любят смотреть быт, а не вылизанную картинку. Да, естественность. Такую ремарку сделаю со стороны. Знаешь, это мне напоминает в детстве в деревне по вечерам на скамейке около нашего дома к бабушке приходили соседки, другие бабушки сидели на скамейке и они каждый день общались. И казалось бы, люди, которые видят друг друга каждый день и каждый день общаются по несколько часов, что им обсуждать? Но они каждый день сидели, общались, смеялись, и этот процесс был бесконечным. Потому что этот процесс был естественным и людям действительно нравится и сплетничать и обсуждать какую-то маломальски новую информацию, этот поток может быть бесконечным, и действительно в этом может быть какой-то секретик или не секретик, какая-то лазейка к популярности которую можно использовать, это то, что хотят люди, это отчасти и то, на чём зиждется реалити-шоу, это желание людей наблюдать настоящую естественную жизнь других людей. А не выхолощенный продукт, типа вот раз в какое-то время сделал пост, типа встречайте мой долгожданный пост, допустим, а кем он долгожданный, кроме самого автора? Люди действительно хотят естественности, и в этом я с тобой согласен. Следующий вопрос. Расскажите, как в группе сочиняются новые песни? Дима отвечает последние. Тут Дима должен отвечать первый и последний в таком случае. А вы расскажите, как вы видите сочинение песен в коллективе? Ну, смотря каких песен. Я уже, у них там много было песен, на самом деле. Смотря какие задачи стояли. То есть задачи стояли придумать гимн Былинному берегу. Придумать там гимн Чернозема, да? Такие тоже стояли задачи. Сделать аранжировку, допустим, в Широкирике. Там что еще стояло? Да очень много там песен. Ну, и как бы это, соответственно, в каких-то я там принимал участие, в каких-то еще там ребята. Сочинялся риф. Потом мы с Димой сидели на студии. Вот, я там что-то наигрывал. Вот, что-то там корректировалось. Что-то потом накладывалось. И, то есть, в итоге вот таким образом получался трек. Потом Дима писал слова, вот, на это все. И, ну, какие-то там еще, то есть, такие плюшки, вот, которые лично я вот не могу делаться, там, в плане вокала. Ну, как бы это чуть вот не мое. Вот, и в итоге такая сказочная картинка получилась на выход. К слову, про Блинный берег, то, что играет гитара, это придумал Геннадий. Ну, вообще в Блинном береге, в этой композиции там много таких цепляющих моментов. начиная отступление, заканчивая припевом. Я, как бы, таки вот мелодичные вещи люблю. Да, мелодика там очень сильная получилась. Такая цепляющая. Ну, а Дима, то есть, на выходе там что-то добавил, поменял. То есть, текст и вещь такая цепляющая получилась еще. Текст, это всегда лежит на мне. Пост-продакшн на мне. Но, если вы позволите, я все-таки расскажу про то, как это было от самого начала до сегодня. Ну, давай. С самого начала, как я уже говорил в начале интервью, все это было электронной музыкой. То есть, в основном, это просто кик-снейр и какая-то мелодия, на которую накладывался вокал, сводилась, получалась песня. Сейчас же все стало сложнее, потому что гитары живые, барабаны, к сожалению, не живые, но как живые. И слушается это все как проект уже не электронной музыки. Раньше это было так. Я пишу бит, я пишу текст, я записываю, я свожу. И так было долго. Потом настал этап, когда я придумываю, отдаю идею пацанам. Пацаны эту идею формируют уже в звук гитарный. Это Гена, барабанщик, и Миша, гитарист. Это один вариант событий. Второй вариант событий, я прошу их придумать идею. То есть, как бы, я говорю, что приблизительно нужно, и ребята накидывают варианты там рифаков, соляков и того прочего. Вот. И затем уже опять вступает в силу постпродакшн, текст, вернее, текст постпродакшн, и я это все завершаю. Сейчас же, на сегодняшний день, я не успеваю делать все это один, даже с помощью того, что если Гена там придет ко мне и сыграет гитару, я все равно не успеваю все это делать. Поэтому сейчас на мне лежит задача это придумать идею, записать, написать текст и что-то свести, даже не целиком. Потому что сейчас есть человек, который это все досводит, отдельный человек, который занимается мастерингом, есть люди, которые помогают по электронной составляющей. То есть над одной песней может работать там до 12 человек. Делегирование. Делегирование, все правильно. Вот сейчас мы заканчиваем работу над альбомом, в котором принимает участие несметное количество людей. Все они будут указаны. Вот. У всех есть свои задачи. Каждый из нас в группе поучаствовал в написании партий. Вот, например, мувер, басист, у него всегда задача простая, она одна, записать бас. Придумать, записать бас. Больше вот в плане конструкции, в плане сведения, он ничего не делает, он придумал бас, он записал бас, он басист в этой группе. Вот, например, Геннадий, он является как и идейным вдохновителем тоже. Он может мне позвонить или в поезде меня на среди ночи поднять. Диман, дай спою тебе. Слушай, что придумал. И мы стоим, это на диктофон записываем, а потом приезжаем на студию и пытаемся это реализовать. Вот. Юлиана, голос группы, Никита, хоть и такого прям ничего пока не успел придумать, но при этом он, когда я сказал Никите... Никита просто красивый. Никит, нужны дудки вот сюда. Вот мы сейчас писали новый альбом, там есть дудки, и я говорю, Никит, нужны дудки вот сюда. Я говорю, придумай так, как ты это слышишь здесь сам. И получается, что партию дудок уже придумал не я, а уже Никита придумал. То есть этот трек уже по совместительству с авторством Никиты. Я как раз хотел спросить, Юлиан и Никита успели поучаствовать в создании нового материала? Соответственно, да. Естественно, весь альбом, я пока не могу сказать точное количество треков, будет 8 или 10, зависит от того, как мы успеем по дедлайну. Во всех ребята участвуют. А бывает такое, что кто-то из группы, кроме Гены, допустим, он приходит или звонит тебе или пишет, говорит, о, я тут Диму офигенный такой риф придумал, послушай, давай из этого, что ты сделаешь? Миша гитару скидывает, Миша может записаться у себя дома и прислать мне, Миша может придумать у себя дома и прислать мне, показать Дима, нравится, не нравится, подходит, не подходит, нужно, не нужно. Или же я звоню Мише, говорю, Миш, нужно придумать это. Миша сидит, придумывает, скидывает мне. приезжает ко мне на студию, и мы вместе сидим, выдумываем. Бывает так, что нет конкретной задачи, а просто думаешь, ага, вот это было бы прикольно. И начинаешь реализовывать это прикольно, во что оно выльется, никто не знает. Очень-очень много материала уходит в стол. Это моя боль, это моя ноша, это, я не знаю, как крест, это как угодно можно назвать, нужно избавляться от этого недуга, нельзя делать песню в стол, это категорически вообще, это эмоционально разрушает, ты отдаешь себя, свое время, нервы, деньги в никуда. И эта песня потом тебе перестает нравиться, перестает быть интересной, что угодно может произойти, но песня не выйдет никогда. Вот нельзя до такого доводить, нельзя над песней работать год, категорически нельзя. Песня делается, песня должна выходить. Вот не делайте, как я. Ну, может быть, это, естественно, часть хода творческой работы, знаешь, тренировка отчасти. Слушай, как мне сказал вот директор нашего лейбла, он говорит, ты песню, если начинаешь писать, значит, ты хотел ее написать. Ты ее выкладывай, а люди сами решат, понравится она им или не понравится. Я с этой точки зрения согласен. Но я настолько в плане музыки ветреный, это даже можно понять по количеству набора жанров в нашем проекте, я настолько ветреный, что мне сегодня это кажется охренеть как круто, а завтра я буду думать, как, знаешь, пьяные что-нибудь там с вечера надумали, что это классно, а с утра эта идея уже не кажется классной. Вот у меня так же с музыкой. Я, бывает, могу вечер, ночь просидеть, пойти лечь спать, утром проснуться и подумать, что за говно я написал. Кому это будет интересно? Никому. Ну, с другой стороны, знаешь, это может быть такая работа на наследие. Как у Толкина, вот у него есть сын Кристофер, и Толкин столько всего написал в стол, что Кристофер вплоть до самой своей смерти продолжал издавать его рукописи, и там больше 12 томов рукописи наиздавал. Может быть, это работа, знаешь, на твоих потомков, потом у тебя внуки будут жить за счет того, что из твоего стола будут что-нибудь доставать, издавать и получать миллионы долларов. Да дай бог, если так. Хорошо, если так. По поводу творчества и сочинения песен. Смотри, у многих коллективов начинающих есть такая болезнь. Да и не только у начинающих, знаете, и у многих опытных старых коллективов такое встречается нередко. Когда есть в группе один лидер, и он ставит работу таким образом, что так, вы все делаете то, что я сказал, а то, что я не говорил, не делайте, или не нравится, идите нахер. Но при этом один человек, как я понимаю, он каким бы лидером не был, он не может затащить всю работу один. И более того, рано или поздно у него идеи исчерпаются без притока от своих партнеров по группе. Как ты считаешь, какая доля свободы и со-творчества должна быть в коллективе? Или же такой авторитаризм имеет отчасти право на жизнь? Есть авторитаризм, ты сказал? Ну или тоталитаризм. Тоталитаризм. Есть тотальный авторитаризм, а есть просто авторитаризм. И это две разных вещи. Как показала практика в конкретной группе, что двух лидеров быть не может. Таким образом мы попрощались с первой нашей вокалисткой. Потому что... Невозможно, чтобы продвигать какую-то концепцию с двух сторон. Она в любом случае будет иметь пересечения, несовместимые с жизнью. Лидер должен быть, и он в этой группе есть. Но ребята не дадут соврать, я всегда прислушиваюсь к мнениям и к предпочтениям. Да, я могу Гене сказать, что нет, Ген, я хочу, чтобы барабаны были именно так. А он мне скажет, Дим, ты дурак. Тут так не сыграть. Человек так не сыграет. Я говорю, хорошо, приходи на студию, будем переписывать. Гена приходит на студию и тыкает мне пальцем, как правильно расставить барабаны. То есть как бы моя идея сохранилась, но при этом она реализована правильно. И я с этим соглашаюсь. В работе с Юлианой учитывается то, что учитывается ее особенность ее вокала. То есть физические данные. То есть с предыдущей вокалисткой можно было писать одни тональности песен. Теперь, так как голос принципиально другой, не то что приходится, а пишутся песни под то, чтобы удобно было ей петь. То есть нет никакой у меня гитлеровщины, которая будет раздавать прямые указы и бескомпромиссно командовать, но при этом без руководства, без руководителя, но это все рассыпется. Все будут просто хрен забьют на все. То есть анархия будет? Ну знаешь, как некоторые коллективы собираются на репетиции и пьют пиво? Нет, у нас, во-первых, в принципе никто не пьет, а во-вторых, у нас на репетиции происходит репетиции. Как бы нам репетировать? Да, но вот смотри, про делегирование. Например, за репетиции у нас по большей части отвечает Геннадий и Мувер, басист. Вот это те люди, которые держат в узде нас как репетирующую группу. Вот это тайминги, это все подключение, это вот отвечают два этих славных парня, самые взрослые у нас в группе, самые ответственные отцы. И без них, мне кажется, мы бы репетировали бы меньше и хуже. А группа должна звучать хорошо на концертах. Люди должны приходить и, то есть, видеть, что играют хорошие музыканты. В группе провокационный тогда вопрос. Вот Дима, он как руководитель? Больше тоталитарный? Или больше дает свободу творчества? Или он сочетает? На самом деле в группе не должно быть демократии никакой. Должен быть лидер. У нас есть в группе понимание, что есть лидер. Но и взаимное понимание есть. И конфликтов на этой почве еще не было никогда. Поэтому все, я считаю, хорошо. По поводу, Дима сказал, двух лидеров. Допустим, в группе Ария ему дается сочетать Холстинин и Дубинин. Два лидера. И как-то направляют коллектив. С другой стороны, может, это многолетний опыт просто? Может быть, в группе Ария. Притерлись. Да, мы группа Хельвейгин. Вот у нас так. Да. Справедливо. Группа Ария – это группа Ария. Хелвейгин – это Хелвейгин. Следующий вопрос такой. Возвращаемся к социальным сетям. В ТикТоке сейчас 1 600 000 подписчиков. И в 2022 году, когда ТикТок ушел, вы перестали выкладывать туда материалы. Тем не менее, он рос, рос, рос. И продолжил рост без нового материала. И не вдываясь в подробности о работе в запрещенных ныне социальных сетях, Facebook, Instagram, ТикТок. Там свои нюансы. Некоторые считают, есть смысл продолжать работу. Некоторые считают, нет смысла. Без относительно этого. Такой вот сложный вопрос. Дим, как ты считаешь, в плане продвижения, почему вот этот результат, 1 600 000 подписчиков ТикТока, почему этот успех не удалось перенести на другие платформы, такие как ВК и Ютуб, например, за счет аналогичных механизмов ТикТоку, таких как ВК-клипы или Ютуб-шорс? Или вы этим просто не занимались? В то время, когда я занимался ТикТоком, я не занимался ничем, а надо было. Забыл слово, как называется, когда ты одновременно переносишь, в общем, аудиторию. Как только у тебя появляется рост в одной соцсети, как же оно вылетело из башки, ты еще параллельно продвигаешь там вторую, третью соцсеть. Я к своему стыду этого не делал, не понимал тогда, как все это работает. Сегодня почему это не получается такого же большого роста в других соцсетях, на это причин много. Но основная из них все-таки в том, что всему свое время и место. Я считаю, что вкупе с тем, что у меня есть определенный вкус, талант или особенность того, чем я решил заняться, к этому все равно нужно приплюсовывать то время и место, в которое ты попал. Это в любом случае случай. То есть отчасти это везение. Но сейчас в целом имеет смысл заходить на эти платформы именно с этой стороны? Короткие вертикальные видео. С нуля думаю, что нет. Если есть какая-то база в том же ТикТоке, то я придерживаюсь мысли, что пускай не те охваты, совершенно не те, но лучше 20 тысяч просмотров, чем ноль. Лучше я выложу, потрачу 15 секунд времени, выложу видео, благодаря которому ко мне на концерт придет, пускай там дополнительных два человека. Но я потратил на это 15 секунд времени. Я ничего не потерял. Лучше я выложу, чем я не выложу. Если раньше стояла задача о том, чтобы собрать миллионы просмотров, и если посмотреть видео, которые были до закрытия этой площадки в России, то там просмотры колеблются от 500 тысяч до 20 миллионов на всех роликах. Сейчас это от 2 тысяч до в лучшем случае 300. В лучшем случае 300. И для меня это все равно лучше, чем ничего. Нам таким образом перекрыли кислород, но мы русские, мы найдем способ, как залезть без мыла. А ВК-клипы, на мой взгляд, они неплохо собираются сейчас. Потому что для примера, я как бы не являюсь артистом или блогером, за какое-то время навыкладывал 6 или 7 клипов, и они фигак там что-то суммарно 400 тысяч просмотров собрали. Смотри, в чем дело. Почему ТикТок вообще оказался судьбоносной социальной сетью для многих музыкантов, которых мы знаем сегодня, которых ты упомянул сегодня, Анжела, Грин Апельсин, Олег, даже шаман. Мы все стартанули в одно время, чуть ли не в один день. Мы все, вот кого я сейчас держу в пальцах, и я сам, мы все стартанули в одно время. Эта причина кроется в том, что ТикТок не требует вложений. Есть площадки, которые могут даже сегодня твои видео за деньги продвигать и давать им охрененные охваты. Но прелесть ТикТока всегда заключалась в том, что там может даже бомж стать популярным. Главное, чтобы аудитории понравилось. В соотношении с социальными сетями всеми остальными, без исключения, если мы говорим про ВК, то про ВК они все требуют бабла. Сейчас все больше и больше срезаются охваты, добавляешь ссылку, срезаются охваты, пишешь стоп-слова, которые запрограммированы в ВК, срезаются охваты. Все делается для того, чтобы ты вкинул в таргет, и тогда ты будешь получать человеческие нормальные охваты. Не вкидываешь бабки, получаешь то, что получаешь. То есть соцсети и вообще площадки сейчас режут нативные охваты в пользу того, чтобы люди, выдавливая людей в сторону платной рекламы, в сторону таргетинга. Это мое, конечно, субъективное, но оно осознанное, и оно основано на опыте. Ну, собственно, на мой взгляд, на Ютубе пока что такой тенденции еще нет. Там алгоритмы работают. Вот даже вот такой пример, может, знаешь, не помню, как правильно зовут артиста, по-моему, Роман Бобров, вот он делает на Ютубе такие каверы на якобы древнерусском языке. Я знаю, его тоже я знаю. Он позже вас начал и, в принципе, за счет Ютуба вырос. Да, да. Микитка Алексеев на него такой разгромный сделал обзор, типа у вас там язык не древнерусский, там туда-сюда. Но это к делу не относится. Слушай, на самом деле всегда у какого-либо артиста, или не артиста, а просто медийной личности, есть одна основная социальная сеть. Почему какая-нибудь там девочка из Инстаграма зовется девочкой из Инстаграма? Потому что она девочка из Инстаграма. У нее могут быть там тысячи подписчиков ВКонтакте, но в Инстаграме у нее 5 или 7 миллионов. Вот я такого мнения. Про хеллвегин сейчас уже не скажешь, что это хеллвегин и стикток, это уже просто хеллвегин. Или про радиотапку. Не скажешь, что это радиотапка из Ютуба. Это уже просто радиотапка. Но это как бы если вдаваться в историю, то можно сказать, что мы из тиктока. Так-то первое и основной пласт аудитории все равно пришел оттуда. И потом уже пошла и сарафанка, и просто уже начали появляться новые люди. Но так или иначе всегда есть одна основная соцсеть. Сейчас она у нас, наверное, все-таки это ВКонтакте. Вот такой вот сразу вопрос. Если сети, как мы установили, имеют огромное значение, то, естественно, они изменили правила игры в принципе в создании музыкального контента, в его распространении. Сейчас существует такой тезис, дескать, лучше выпускать материал чаще, чем реже, и не очень большой продолжительности. Дескать, лучше выпускать раз в месяц стабильно минимум одну песню на 3 минуты, чем раз в год-полтора целый альбом с песнями по 5-7-8 минут. В связи с этим вот такой вот вопрос. Сколько песен в год надо выпускать? И что сейчас важнее, регулярность выхода синглов или все-таки выпускать материал редко, но сразу альбомами, это до сих пор актуально? Сейчас эра быстрого интернета. Сейчас в цене и в ходу все быстрое. Быстрый скроллинг ленты, быстрые ролики короткие, песни 2 минуты. Сейчас все быстрое. Сейчас народ не хочет задерживаться, потому что поток информации, приходящий человеку в голову из экрана, слишком велик, ему нужно успеть это все поесть. И поэтому все должно быть максимально сжато. Если обратишь внимание, как менялся сейчас ВК за последний год, ВК начинают свои посты, они раньше можно было, пост ты написал текстом, и он весь у тебя в ленте, вот ты его скроллишь, скроллишь, и он вот такой вот. Сейчас они все это ужали, ужимали, ужимали, и теперь там просто показать больше. Чтобы в момент, пока ты смотришь на экран, было как можно больше много натыкано постов от разных сообществ, людей. То есть сейчас мы пришли к тому, что в интернет вливается ежесекундно огромное вот это вот дерево информации, а ты один. И поэтому нужно это все успеть. С точки зрения музыки, как правильно или неправильно, тут, думаю, зависит от жанров. Но если мы говорим про тот сегмент людей, которые выступают, ездят на фестивали, тут мое мнение, что лучше выпускать регулярно небольшие треки. То есть сейчас музыкальное творчество, музыкальная работа стала больше похожа на видеоблогинг и вообще на ведение Ютуба. То есть по сути сейчас музыкант – это этакий музыкальный блогер, который ведет условно там Яндекс.Музыку, а не Ютуб. То есть можно такую аналогию проехать? Прикольно ты придумал. Мне нравится. Мне теперь есть о чем подумать. Классную ты предложил гипотезу. Ну да, наверное, так и есть. Да, просто у музыканта вместо постов – треки. И мне такая мысль в голову пришла, пока я думал о нашем интервью. Да и раньше на эту тему размышлял, потому что на той же Яндекс.Музыке, хотя у нас не про Яндекс.Музыку, как бы в целом-то разговоры про Хилл Вегин, но вообще на любых агрегаторах музыки, да, на любых сервисах таких, как и на Ютубе, имеет значение рекомендации, а для рекомендации имеет значение процент дослушиваемости и процент повторного прослушивания. Соответственно, ну и естественно регулярность выхода контента. То есть получается, что действительно многие принципы работы в создании и распространении музыки стали похожи на то, как это работает в Ютубе. То есть нужна регулярность, и надо, чтобы тебя смотрели как можно дольше и как можно чаще. Чаще к тебе возвращались. Слушай, ну вот ещё, это просто тоже информация от лейбла, и на собственном опыте не испытывал, но наслышан. О том, что важно тоже не переборщить. То есть раз в месяц это оптимально, и это, как это правильно сказать, максимально. Потому что будешь пихать свои треки каждые две недели, во-первых, ты прикормишь аудиторию так, что... Передележ. Да, и что очень важно, сервисы, которые выдают промо, то есть поддержку оказывают артистам на той же Яндекс.Музыке, ВК, МТС и прочее, которые формируют плейлисты, в которые ты потенциально можешь попасть, они видят, что ты выкладываешь часто и просто не будут брать тебя туда. Поэтому релизы, особенно от именитых артистов, очень ценные. И тут видишь тоже такой момент, что очень влияет на то, какой вес ты имеешь в индустрии в целом. Если ты... Если ты хильвегин, то ты, короче, получишь ровно столько, сколько вот Яндекс решил, что хильвегин достоин. То есть есть какой-то потолок, когда тебе притормозят рекомендации. Да, и рекомендации, и поддержка от самого сервиса. Да, могут там выдать баннер небольшой, ты будешь на главной странице, попадешь в рекомендации, но так, чтобы ты листал и ты везде, как Ольга Бузова сейчас выпустила песню, она попала на все плейлисты, на обложки, баннеры, все. То есть, понимаешь, Ольга Бузова и хильвегин никогда не станут рядом по поддержке от площадок. И выпускает песню Вася Пупкин, которую вообще никто никуда никогда не возьмет. Какую бы прекрасную песню он ни сделал. Ну, кроме отношения площадки, наверное, сама механика сервисов современных, предполагающая определенный стиль употребления контента, наверное, диктует и отношение аудитории к контенту и стилю его потребления. То есть, в зависимости от того, что за артист производит этот контент. Потому что, если, грубо говоря, взять условного Ози Осборна, то от него аудитория готова послушать и 8-минутную песню, и 10-минутную. Если он выпустит 20-минутную песню, ее один хрен будут слушать, и даже на радиостанции возьмут. А если он раз в 5 лет выпустит альбом, то до этого ничего не выпускал. Ну, конечно, его там все купят. Но, как я вижу, группам не только молодым, но и имеющим определенную аудиторию, но не являющимися какими-то топами, не то что мировыми, как Ози Осборна, но хотя бы не являющимися локальными топами, типа там как Ария или Бузова, да, топами в своем регионе для своей аудитории тематической. Значит, как некоторые артисты, вот мне говорят, типа, ну, молодые, вот у меня там 3-4 песни сейчас готовы, но я вот их не публикую, значит, сейчас я их продержу, мы готовим большой крутой альбом, мы хотим сделать, вывалить сразу вот релиз, там сразу все, там будет 12 треков на 60 минут, и еще мы издадим красивые подарочные там компакт-диски, там DVD с дополнительными материалами. То есть начинающим группам, на мой взгляд, это вообще делать не надо. Сейчас и топовые группы не особо-то этим занимаются, и твои рассуждения о том, что 3 минуты песни раз в месяц для артиста начинающего или средней руки, да даже для многих топов локальных, это в наше время норма, потому что иначе люди просто не будут это слушать, грубо говоря. То есть если вывалить вот так вот на человека раз в год-два целый альбом, то он ткнет первую песню, протыкает еще несколько песен и забудет про альбом. А если, как ты предлагаешь выпускать одну песню в месяц, то одну песню в месяц, тем более трехминутную, человек послушает, и скорее всего послушает целиком. И такая вот мысль, собственно, и отсюда у меня и вопрос, согласен ты с этими рассуждениями или нет? Согласен, ты, по сути, повторил то, что я и сказал, только немножко по-другому. Но 3 минуты стандарт радийный был всегда, еще со времен Квинов. Несмотря на то, что у них залетали на радио песни и по 5 минут, но всегда, все равно был некий стандарт трехминутной песни. Особенно это начали в 2000-е, вот у нас в России прям за этот стандарт вцепились 3 минуты, прям вот были даже песни у группы «Руки вверх», которые писали ровно 3-0-0. Понимаешь? То есть не сегодня это придумали? Не сегодня это придумали, вот, просто сегодня это актуально как никогда. И мне кажется, что сейчас даже и 2 минуты прям хорошо. Это конструкция песни из 3 минут представляет из себя куплет-припев, куплет-припев. Соответственно, со всеми там вступлениями, отступлениями и преступлениями. Если взять там какие-то вот некоторые известные песни среди молодняка в основном, очень часто можно обнаружить, что песня состоит из одного куплета и повторяющегося многократно припева. Это тоже имеет место быть. Просто тут я не зря сказал в самом начале, всё-таки зависит от того, про какой сегмент жанровый мы говорим. Если мы говорим про то, что вот мы и около нас, то тут, конечно, лучше сделать просто стандартный попсовый металл. И как бы странно это не звучало, но это факт. То есть это куплет-припев, куплет-припев-припев. Всё. Вернусь немножечко к теме написания песен. Раз про современные технологии в распространении контента зашла речь про современные технологии в написании. То есть используете ли вы нейросети? Нейросети – нет. У нас был период, когда дизайнер, с которым мы работали раньше, то есть я задавал ей запрос, а она в свою очередь формировала этот запрос в нейронке, а потом перерисовывала уже так, чтобы это не выглядело как нейронка. Вот такой опыт был. В музыкальном смысле прибегали ли мы к этому так, чтобы чем-то это помогало? Слушай, был, вот да, есть один случай. Я не буду говорить конкретно, какая песня, просто чтобы, не дай бог, кто там не разочаровался и не понял неправильно. Но есть одна песня, созданная нейросетью, которая вдохновила на создание песни. Такое было, да. То есть нейросети можно использовать как источник идей? Да, вполне. Ну а почему же нет? Сейчас даже, вот смотри, я сейчас занимаюсь страйкболом, и есть одна, ну один организатор, вот точно знаю, что он промышляет тем, что задает в нейронку сюжетку для РПГ по страйкболу. И получается нейронная сеть, конечно, там я уверен, все это корректируется, потому что нейронка может задать нечеловеческие какие-то запросы от человека. И получается страйкболисты бегают по указке нейронки. Сейчас шоу на ТНТ было, «Титаны» называется, нейросеть придумывает для людей спортивные состязания. Ну действительно, то есть это имеет место быть? В современном мире, слушай, нужно пользоваться благами современности. Почему нет? Если это работает, если этот народ хавает, если тебе самому это нравится, и если все вокруг довольны, то почему бы и нет? Ну а недовольный всегда найдется. Я просто знаю по себе, что если я заюзаю нейронку, я себя за это корить вообще никак не буду. Потому что я знаю, что я могу и гитару взять, наиграть, придумать, и на синтезаторе взять, придумать, и в нейронку залезть, и посмотреть, что она мне предлагает. Если я уверен в том, что если бы я не мог и юзал бы нейронку, есть артисты, есть артисты на площадках, представляешь, я узнал это недавно, и у них прослушиваний по 600 тысяч, а у них треки, они ни одного трека не написали. Они выкладывают нейронку и зарабатывают бабки на этом. Потому что... То есть они не то, что там переписывают то, что нейронка... Нет, они просто заливают... Вот это вот... Они рабочую рыбу от нейронки просто загружают. Плюс картинку от нейронки и в сеть. Всё. И ты автор. По поводу термина народ хавает. Не считаешь, что это звучит слишком грубо по отношению к аудитории? Не считаю. Это может звучать не то, что группы. Группа это может звучать цинично, но по факту я сам тоже есть потребитель. И я хаваю то, что мне дают. Или не хаваю. Я выбираю, что мне хавать, а что нет. Я всегда чётко отдаю себе отчёт, что вот эта телевизионная программа, это она вот идёт ко мне напрямую вот сюда в черепную, а вот эта программа проходит мимо. И я понимаю, что это я хаваю, это я не хаваю. Ну то есть все мы любим и хорошую домашнюю пищу и иногда сходить в дорогой ресторан на какие-то особые блюда и при этом же поесть какой-нибудь нездоровой еды из вкусной точки. Из Макдональдса. Во вкусная точка здоровая еда, в Макдональдсе нездоровая. Раз коснулись тему здоровья, я многократно от тебя слышал, что ты вообще не употребляешь алкоголь в осень или девять лет. Скажи, как ты пришёл к этому решению? Почему это так? Насколько тяжело тебе это даётся? Много ли ты употреблял алкоголь раньше? Ну и сразу до весок. Употреблял ли ты что-то, кроме алкоголя? Я не знаю, насколько это нужно показывать нам в интернете. Ну вот то, что считаешь нужным, то и рассказывай. Я бы искренне хотел бы тебе рассказать лично, как дело обстоит на самом деле, но для интернета мне придётся чуть сократить информацию, я никак не привру, но просто саму суть скажу. мне нельзя алкоголь и психоактивные вещества по здоровью. И это меня разрушает. Я от этого умираю в прямом смысле, даже не в переносном. Поэтому в октябре у меня будет 9 лет моей трезвости и чистоты. И это даётся мне несложно. Ты спросил, сложно ли мне это даётся. Как, знаешь, сказал один мой знакомый, я, говорит, 3 года не пью. И только вот год как спокойно не пью. Год как спокойно не пью. То есть нет, мне все эти 9 лет неупотребления ничего меняющего сознания не даются сложно. Я научился и продолжаю учиться жить эту жизнь в ясном сознании. И сегодня я это уже понимаю, что это намного круче осознаннее и взрослее, чем писать музыку под наркотиками или алкоголем, знакомиться с новыми людьми. Многие предпочитают сначала выпить и там познакомиться. Петь песни в караоке. Всё это я сегодня предпочту делать трезвым, потому что так я запоминаю всё, я всё осознаю и отдаю отчёт тому, что я делаю. Но это всё-таки больше необходимость по здоровью или твой собственный выбор? Это мой собственный выбор. Вот как ответить, Ген? Или это и то, и другое? Это мой собственный выбор, но это и то, и другое. А как в остальной группе с алкоголем? Давай я тебе скажу так. Геннадий не пьёт 16 лет. 17. 17. Вот это твой выбор или это... Естественно, мой. Да, это твой выбор и это мой выбор. Очень пустой. Да, я каждый день выбираю не пить. Так, а Юлиана, Никита? У нас нет в группе людей, которые употребляют. То есть у вас вообще трезвая группа? Мы ЗОЖ. А концертов никто не пьёт? Да и вне концертов. Ага. Но вообще это удивительно. Такой с типичной рок-н-ролльной жизнью не совсем вяжется. Рок-н-ролльная жизнь была раньше. Да. А, то есть рок-н-ролл закончился. Мы же тебе сказали, что мы все пришли откуда-то. То есть до всего этого была другая жизнь, в которой было всё. То, чего подразумевается под рок-н-ролльной жизнью. Вот мы за кадром ещё немножко обсудили аудиторию, которая ходит на концерты группы «Хеллвегин». И в частности я обратил внимание на то, что меня удивило, что это довольно трезвая аудитория. Хотя, конечно, в клубе многие пьют пиво, коктейли, ещё там что-то. Тем не менее, это в настолько незначительном количестве, в сравнении с любыми концертами, на которых я был за свою жизнь, что это удивляет. Даже на входе в клуб обычно видишь людей, которые пришли на концерт, но до входа они что-то распевают. И на концерте большие очереди в бар, у каждого стакан в руке. Но на «Хеллвегин», что меня удивило, этого очень мало. Получается, мы невыгодные товарищи для клубов. То есть я сейчас как бы зарубил коммерческую привлекательность с точки зрения клуба. Слушай, я не Миша Маваши, я не пропагандирую трезвый образ жизни, это выбор каждого. Но я с самого начала пути коллектива группы «Хеллвегин» позиционирую как группа, основанная на духовных ценностях, на каких-то собственных позициях. И стараюсь сделать всё возможное для того, чтобы собрать вокруг себя аудиторию, которая созидает. Которая созидает в первую очередь, наверное, себя, а не разрушает себя. Мне хочется, чтобы таких людей было больше и не только в моей аудитории, но и в мире. Поэтому мои песни, несмотря на то, что в некоторых из них присутствует жестокость в плане того, что викинги идут рубить англосаксов, у меня есть куча других песен, где я пою чуть ли не о птичках и солнышке. К слову об этом, в новом альбоме будут несколько композиций, которые прям вот, ну они как будто бы для диснеевских мультиков созданы. И это про добро. Как бы кто что там злые языки не говорил, «Хеллвегин» — это про добро. Мы все очень добрые ребята. Все настолько пронизаны этой любовью к окружающему миру. Ясно. На мой взгляд, в этом вы просто совпадаете с вашей же аудиторией. Поэтому, наверное, так и получается, что аудитория такая трезвая. Ну и в целом, конечно, как я вижу, вот у тебя и у вас, как у группы, такой довольно материалистический и во многом прагматичный взгляд на работу и творчество. При этом вы в песни вкладываете, как ты сказал, и я с ним согласен, духовные ценности и мысли рассуждения о добре. С этим я, в принципе, согласен. Но в связи с этим у меня следующий вопрос. А что вы сами слушаете? То есть, можете ли вы каждый вот так вот назвать три любых именно фолк-группы, хотя «Хеллвегин» — это не чистый фолк, именно три фолк-группы, которые вам кажутся интересными? Геннадий не сможет. Я боюсь, тоже не смогу. Да? Ну давайте попробуем просто... Давайте тогда расширим три любые группы любого жанра. Я отвечу сразу. Давай. Драматикс. Любого жанра? Любого. Господи. Раз фолк мы не ограничиваем, всё. Ладно, если из последних прослушанных... Я жесточайший меломан, у меня нету определённого какого-то исполнителя или жанра, который я слушаю. Пусть будет так. Драматикс из последнего прослушанного. Веджвар. Кто? Веджвар. Третье место, оно самая сложность. Ну невозможно выбрать вот что-то такое. Не знаю, не знаю. Первое, что в голову. Первое, что в голову пришло. Риспонятие. Ничего не приходит. Хельвегин. Я очень часто слушаю наши песни вне концертной деятельности, вне репетиции и так далее. Мне нравится. Я слушал от многих музыкантов, что свою музыку вообще не слушают. Своё нет. Но слушают старые, все слушают. У меня всё идёт и там дальше. С Black Sabbath начинай. Вот оттуда всё. Гет. Но в Толином запах. Да, и в то же время слушают современную музыку, металл такой же современный. Могу там металл-кор послушать современный. Вот. Но всё вот именно выборчье. Сегодня я вот слушаю это вчера. Уген, тем не менее, ну скажи ты три группы. Ну что, тебе сложно? Нет, не скажу. Не скажу, да? Ну Black Sabbath уже сказал. Абсолютно. Вплоть там могу послушать поп-музыку, там рэп-музыку. Да, у нас с Геннадием вот очень часто бывает так, что мы с Геннадием на нашей трезвости как затрезвимся и начнём петь. Больше не ищи меня, больше не зови меня. Вообще запросто, да. Это новый каш, да? Нет. Потому что мелодичные припевы идут все от поп-музыки, вот именно. И в поп-музыке они, наверное, самые лучшие. Потому что в поп-музыке, как вот некоторые думают, там, ой, да это поп-музыка, там какие-то играют. Я считаю, что в поп-музыке играют самые такие макреты. Не зря она и называется поп-музыка. Ну да. Которые достигли вот именно вот этого всего вот. Большинство аранжировщиков поп-сы это металюги. Да, бывшие. Да, да, да. Но вообще есть и тяжёлые группы, довольно мелодичные. Нет, я тебе говорю конкретно. То есть, вот, например, самый распространённый пример это то, что вот Лепсу пишут шведы. Металлисты. Есть... Почему нет, да? Есть такой хитмейкер мировой, он писал Бритни Спирс, потом ещё кому-то, потом ещё кому-то, и это ещё, сейчас я вспомню. Да, по-моему, Бритни Спирс. Это бывший вокалист шведской метал-команды Blind Colony, который потом ушёл вот с этой группы и как бы занялся вот именно писанием песен, продюсированием. И он сейчас в тройке топов мирового. Вань, мы легко с Геннадием сможем написать попсу для Love Radio. Вообще элементарно. И она будет прям вот точно такая же... А Юлиана споёт там. А я спою. Да. И это будет прям вот конкретный формат Европа Плюс. Вот. Никит, твои три группы. Да, вот что-то мне пришло в голову Димми Боргер группа. Ну... Больше слушал. Ну, тебе валит прям. Ну, мне нравится. Серьёзно. Сейчас, конечно, я уже особо это... Димборгер это же... Мелодия Дэд, да? Black Metal мы очень качественный такой прям читаем. Очень, скажем так. Когда-то слушал прям много Аркона. Литл Пик. А вот сейчас я как-то вот в Буду в лес, там, тишину послушаю. Желчание ручья. Ну, правда, вот. Не слушаю личиного сейчас. Ну, и Дмитрий. А можно называть иноагентов? Да, всех называй. Оксимирон. Это... У него же только тексты. Да? В смысле? Или у него какие-то там мелодические решения. Там есть такие биты-то прикольные. Ну, как мы же говорим, группа, музыканты, исполнители. Поэтому вот Оксимирон... Я не ставлю по списку первый, второй, третий. Вот мне надо назвать три. И я говорю Оксимирон. Группа из Америки Fallen in Reverse. И чтобы не повторяться с Юлианой, потому что она назвала мою любимую группу, я назову группу Bullet for my Valentine. Хоть я и теперь всей душой возненавидел их вокалиста за то, что я знаю про него и про их поведение, в принципе, про то, как они относятся к русским. Но музыка от этого хуже не стала. То есть, если с точки зрения с музыкальной, Bullet for my Valentine – это группа, которая сделала мое детство, которая повлияла на мой музыкальный вкус, которая вдохновляла меня какое-то время. Ну, что называется, можно отделять творчество от творца, поэтому и на агенты, или ещё там кто-то. Тем не менее, можно воспринимать их творчество как минимум как пищу для ума и для... Как какую-то... Как что-то, что можно взять себе в опыт для собственной работы. Так, про три группы, в принципе, я спросил. А вы знаете, что у меня, в общем-то, вопросы-то и закончились? Наверное, это всё? На Былиный берег позовёшь ты нас или нет? Слушай, я на Былиный берег вас позову, но, как ты заметил про двух лидеров, у нас на Былином берегу два главных организатора, это я и Антон Жирягин, и у нас должно быть консенсусное решение, то есть оба должны согласиться. Поэтому я являюсь лоббистом группы Хеллвегин на Былиный берег. И дальше мне надо, соответственно, моему партнёру доказать, что эта группа должна быть. А вот чем мы и будем заниматься? Потому что я хочу, чтобы Хеллвегин на Былином берегу присутствовал. Ну, на фэнтези-фесте вы у нас будете. Я хочу напомнить, что мы выступаем на фэнтези-фесте в 2025 году. Приходите обязательно нас смотреть и слушать. Что характерно, я отмечу, что Хеллвегин одна из групп, которые поддержали нас в связи с запретом фестиваля Фэнтези-фест в 2024 году и сами предложили выступить в 2025 году бесплатно. Для нас это, конечно, существенная помощь, учитывая наши материальные проблемы, которые мы начали испытывать после запрета фестиваля. Такие фига, как в долги улетели. Хотели получить прибыль и начать третий фестиваль, вместо этого получили долги и сомнительные перспективы. Но ничего, справимся. Так, последнего вопроса задавать не буду, потому что, чтобы из пальца ничего не высасывать. Собственно, спасибо, что пришли в гости. Посвятили эти полтора часа или сколько у нас получилось вот этому разговору. Я считаю, что он будет интересен как поклонникам группы, так и начинающим музыкантам, и опытным музыкантам. Потому что группа Хеллвегин, как я уже сказал, на мой взгляд, это феномен в плане успешности и скорости набора аудитории. Но этот материал будет интересен и в целом предпринимателям, людям, занимающимся бизнесом. Ну, и творческим людям. Так что, надеюсь, что у нас будет чуть больше, чем 500 просмотров. И напишите в комментарии, с какими музыкальными группами вы предлагаете нам пообщаться в следующий раз. А также напишите какие-то вопросы к группе Хеллвегин. Может быть, мы продолжим общение в текстовом формате у нас ВКонтакте. Или в Телеграме у Димы. Всё. Спасибо. Смотрите наши ролики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok